Здравствуйте! Рядом со мной Руслан Верхоланцев, компания Азбука Вкуса. Здравствуйте! Доброго дня! Вы были спикером нашей деловой сессии. Нужно поподробнее, какая была тема? Мы сегодня общались с нашими коллегами по цеху, но уже с других компаний на тему кибербезопасности и на тему физической безопасности. Я как представитель все-таки кибербезопасности, поэтому мы обсудили тонкости, как современный ритейл справляется с проблемами киберугроз. Также мы обсудили у кого какие боли и опять же, как это исправить и как сделать так, чтобы это было надежно. И поэтому это был очень крутой опыт. Мы познакомились и поделились очень многими полезными моментами. Замечательно! Насколько я понимаю, очень многие говорили, для того, чтобы хорошо существовать с покупателем, нужно собирать его данные, для того, чтобы предлагать ему все больше и лучший сервис. И в какой-то момент сбор информации стал проблемой в плане том, что мы знаем несколько примеров, которые были не так давно, когда крупные игроки рынка теряли, мягко говоря, свои базы и при этом они оказывались в свободном доступе. Об этом ли мы говорили и есть ли уже какая-то панацея от того, чтобы больше такого не происходило? К сожалению, панацеи нет и, скорее всего, не будет. Наша специальность всегда будет актуальной, потому что если есть замок, всегда будет ключ под него. И да, действительно, персональные данные – это очень маленький участок того, что мы защищаем. Очень много другой информации, которая критична для бизнеса и те моменты, которые могут стать недопустимыми событиями для бизнеса, мы и хотим остановить. Насколько все будет уходить обратно на листочек бумажки, в тетрадочку, чтобы хранилось в сейфе и никто не смог уже добраться? Или все-таки мы безнадежно ушли в онлайн? Это такая тема, по которой можно сказать, что, казалось бы, сейф самозащищенный, проверенный веками и так далее. Но я, наверное, процитирую своего преподавателя в свое время, когда учился. Самая безопасная информация – та, которой нет. И даже сейфы, они как раз не панацея для того, чтобы остановить злоумышленника. Поэтому любой способ донесения информации нужно защищать. Расскажите, пожалуйста, о каких-то основных еще моментах, которые были сегодня на сессии озвучены. Может быть, есть какой-то новый вектор кибербезопасности, о котором пока еще, может быть, Россия не слышала, но он сейчас набирает обороты. Тут лучше сказать о том, как изменилась ситуация с кибербезопасностью с течением времени за последние несколько месяцев. Где-то это был низкий уровень, где-то он стал более высоким. Но сам факт того, что компании просто сменили вектор того, что нужно защищать. Где-то подкрутить гайки здесь. Но обязательно не оставлять все другие моменты, которые до этого защищали. Где какие-то бизнес-процессы, в которые необходимо внедрять информационную безопасность, ни в коем случае нельзя оставлять. Вы как специалист, наверное, дайте, пожалуйста, несколько ЦУ вашим коллегам в других сетях, в других конторах, которые, может быть, пока не знают, но вы готовы поделить свои экспертизы. Сложный вопрос, потому что сегодня даже встретились очень классные специалисты, это прям профессионалы своего дела. И дать совет, ну, многие уже их, скажем так, и так знают. И больше, наверное, благодаря таким конференциям хотелось бы наладить общение с другими коллегами для того, чтобы развивать. Ну, а какие-то советы будьте профессионалами. Вот, опять же, оставайтесь профессионалами и слушайте бизнес, но не отступайтесь от принципов безопасности. Спасибо огромное и удачи вам в вашем деле. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok